Здравствуй, дорогой зритель! В эфире Первого Городского начинается программа Вятка Тудэй. Вятка Тудэй это как новости, только душевнее. В студии Роман Корнеев. И вот что сегодня мы для вас приготовили. Снежный беспредел на улице Пятницкой. Чистки нет никогда. Ни осенью, ни зимой, ни весной. Как отдохнуть на выходных? Выбор редакции. Смотрю в окно, а там люди бегут и падают, бегут и падают, бегут и падают. Подсела я на это зрелище. Оксана Стяжкина узнала у кировских звезд, как правильно готовить бич-пакет. Кипяток три минуты, я думаю, так. Я не знаю. И ответы на все вопросы от кировских пенсионерок. Зачем молодые парни отращивают бороду? Да не моде красиво, у меня мухтур с бородой ходит. Пугаете его? Нет. Начнем программу традиционно с рубрики «Ай-яй-яй». И в ней все те же на манеже. Управляющая компания Октябрьского района. Письмо в нашу редакцию о ее бездействии прислал кировчанин Илья Иванов. Оксана Стяжкина выехала на место событий. К нам в редакцию прислал письмо Илья Иванов. Илья пишет. Помогите, пожалуйста, мы тонем в снегу. На улице Пятницкой, 82, ничего не происходит по уборке снега. Снег, видимо, поглотил уборщиков. Жильцы этого дома тоже задаются вопросом. Где же все уборщики? Они рассказали, что и в глаза никогда не видели, чтобы их двор кто-то очистил от снега. Не знаю, не видел я, чтобы чистили. А очистки нет никогда. Ни осенью, ни зимой, ни весной. С торца вообще не чистят. Вообще. И здесь. Они же зарплату получают, а мы за это все оплачиваем. А оплачивают жильцы услуги по уборке своей управляющей компанией. Скажите, у вас какая управляющая компания? Октябрьского района. Безобразная компания. Они не делают, ну просто ничего. Вы обращались к ним? Мы обращались, ходили, звонили, все какие-то отговорки. Вот у нас придет человек, да, вот здесь, чтобы дверь подъезда открывалась. Буквально он немножко уберет снег и все. И вот так лежит, ну годами. Теперь для жильцов пройти или проехать по двору – это как преодолеть полосу препятствий. Кто как, кто с палочкой, люди постарше, кто вообще. А с коляской выйти, ну просто невозможно пройти с детской коляской. У меня вот невестка приезжала, мы вдвоем тащили эту коляску. А как идти-то? Вы посмотрите, что делается. Не знаю, как ступить. Прямо как в глухой деревне где-то. Вот когда, позавчера тут застряла машина, вот где вот эта стоит чуть поближе. Так полчаса не могла уехать. Всякое он уже. И мы там лопатой очищали. Потом уже шли прохожие, так стали толкать и вытолкали как-то. Мы выяснили, что этот дом обслушивает предприятие жилищного хозяйства номер 10. Попытались дозвониться туда и вот, что нам ответили. Здравствуйте. В настоящее время мы не можем вам ответить. Надеемся, что после нашего сюжета в этом дворе все-таки появятся постоянные уборщики, которых снег ну просто никогда не сможет поглотить. Хочу обратиться к управляющей компании, которая обслуживает двор по улице Пятницкой, 82. Ну пожалуйста, пожалейте автомобили, коляски, ну и конечно же, ноги жильцов. Оксана Стяжкина, Игорь Волосков, программа «Вятка Тудей». Если вы привыкли все просчитывать в своей жизни заранее, то я могу подсказать вам, чем заняться 21 февраля. 21 февраля вы можете сходить в Театр Кукол, ведь там состоится премьера спектакля по Салтыкову Щедрину, как один мужик двух генералов прокормил. Это будет необычная версия, версия с путешествиями во времени и необитаемым островом. Ну а если вы, как мы, готовитесь к грядущим выходным, ну то есть буквально за час, для вас наша любимая рубрика «Выбор редакции». На носу самое классное время в неделе – это выходные. И провести его с толком, умом и, самое главное, культурно, поможет выбор редакции. У меня около дома тротуар подморозило. Я смотрю в окно, а там люди бегут и падают, бегут и падают, бегут и падают. Подсела я на это зрелище и думаю, пора бы мне отправиться на соревнования по конькобежному спорту. Бег по льду на тротуарах с кировской погодой – любимый городской вид спорта. А вот как бежать и не падать, покажут конькобежцы. 7 февраля пройдут всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». Всех желающих полюбоваться на «Ледовых бегунов» ждут на стадионе «Динамо» в воскресенье в 10.00. Ну а я в грядущее воскресенье отправлюсь до кородины на концерт Владимира Винокура. Дело в том, что мы вытягивали, кто объявляет такое мероприятие, мне достался Винокур. И я рад. Там-то мы и посмотрим, кто лучший пародист. Тираннозавр. Катик. Краб Валентин. Угодайте, кто. Главный конкурент Ромы Корнеева по пародиям Владимир Винокур приедет в Киров «Напомните себе». Я жив, здоров и еще вот что могу. Так, по вашим догадкам, должна называться его программа. Но все проще. Вина-кур-шоу. И увидеть его можно, посетив Декорозино. 7 февраля в 19.00. А как пошрудишь, сопло поглубже заправь, и только после этого прочисти ей горловину. Понял? Надя Вашингтон, Таня Петербург, Алевтина Кикнур. Угадайте, кто из этих девушек не моя знакомая? Правильно, Надя Вашингтон. Хотя пока не моя знакомая. Планирую познакомиться в выходные. Место в справочной книжке освобожу прямо сейчас. Надя Вашингтон не исполнительница шансона, как вы предположили, из-за имени. Уроженка штата Чехас прославилась в джазе и совсем скоро споет для кировчан. Певица вместе с пианистом Даниилом Крамером приедет в Вятскую филармонию 6 февраля в 18.00. В своей программе «Место происшествия» мне очень нравятся сюжеты, где есть маски-шоу. Бойцы спецназа заходят в дом, валят задержанного мордой в пол и все такое. Но когда таких сюжетов нет, я грущу и иду в библиотеку имени Грина. Там тоже маскарад, правда, мордой в пол никого не кладут. Познать вкус ролевых игр, не заходя слишком далеко, смогут кировчане. Нарядиться кавалером 19 века, Жозефиной, или, если позволяет рост, Петром Первым, можно в грядущее воскресенье. Если лучшее джинсы и платье в стирке, не в чем пойти в клуб, то берите в аренду необычный костюм, а в нем отправляйтесь в библиотеку имени Грина. 7 февраля в 16.00. Вы смотрели рубрику «Выбор редакции. Наглядный гид по развлекательным событиям уикенда». Уже в который раз в нашем городе прошло мероприятие под названием «Геокитчен». На русский это можно перевести как «Кухня народов мира». Суть мероприятия в том, что кировские звезды, селебрики, собираются, готовят какую-то еду и соревнуются, кто лучше ее приготовил. Оксана Стяшкина съездила на это мероприятие, чтобы посмотреть на кировских звезд и узнать, знают ли они что-нибудь об обычной нормальной еде. Сегодня на кулинарном мероприятии собрались светские персоны, ну а мы у них пора спрашиваем, знают ли они что-нибудь об обычной еде. Что вот вы знаете о простой еде для народа, которую все едят? Картошку жареную. Селебрики вятские, да? То есть это неправда, что вы там не едите картошку, вы все так же едите и блины. Конечно, и блины. Да. И икру. Как правильно заваривать бич-пакет? Кипяток, три минуты, я думаю, так. Я не знаю. Что вот сейчас модно из простых блюд народных, таких, экономичных? Я думаю, это овощи обязательно. Хлеб, кусок сыра и трава, и все. Купая трава. На любой на улице то, что по дороге можно посадить. Как дать вторую жизнь соприсневелому батону? Есть ли у вас болельщики? Не знаю. Где болельщики? Не надо давать ему вообще никаких шансов, этому батону, потому что это 100% безнадега. Сколько же раз можно заварить пакетик чая, чтобы он еще не осветлел? Хорошо, что у вас выступает. Три. Продолжайте. А как вы настоящие звезды, значит вы умеете фоткать еду? Абсолютно. У вас телефон не умеет. Еще мы умеем делать селфи. У вас есть с собой телефон? Да, конечно. Теперь вам нужно сделать селфи с Ролдоном. Какой вкуснее? Заваренный или сухой? Сухой однозначно. Узнали все об обычной еде из уст светских персон? Оксана Стяшкина, Василий Скачилов. Программа «Пятва Тудей». Вот раньше были времена. Выйдешь на улицу, шляпу наденешь, идешь, а там бежит по дорожке. Мальчик с газетами кричит «Свежие новости! Свежие новости!» Купишь у него эту газету за пять пенсов и рад. А сейчас и газета бесплатная, и приносит тебе ее прямо в ящик. Вот только мальчик не поменялся. Рубрика про-про-город. Все, хотите начать читать, но не знаете, какую книгу взять в руки первой? Лев Толстой? Слишком сложно. Чехов? Слишком смешно. Архонтов? Кто это такой? Правильный выбор для выходного чтения газета про город. Рассмотрим свежий выпуск прямо сейчас. Начнем с фотографии. Ну, потому что к нам попало только фото без текста. Хотя и по снимку уже понятно, что под ним статья о том, как Кировчанка на морозе лизнула свой металлический смартфон. Следующий заголовок. Житель области лишился миллиона, выложив объявление в интернет. Вот что происходит, когда ты легкомысленно выкладываешь объявление. Отдам миллион! Ну, а следующий заголовок вопросительный. На него ответит дядя Валера из Замутнинска. Алло, дядя Валера? Здорово, кум! Чем занимаются моушн-дизайнер, фризлайтер и фронт-тендщик? Да хуйка они занимаются! Не, ай, работать надо! На заводе работать надо! А я какой-то хуйкой занимался! Ну и кроме того, в свежем выпуске газеты про город вы увидите увлекательную фотографию хлеба. Вы смотрели рубрику про-про-город, почитали вместе с нами, а теперь читайте сами. Если вы хотите, чтобы в вашей семье был тот, кто будет говорить «Зима близко», ну или тот, кто сможет собрать костюм железного человека, то вам необходим пес из рубрики «Пристроим вместе». Его зовут Старк. Пес Старк. Верный, общительный, активный. Молодой, активный пес. Ему где-то полтора года. Он очень резво любит гулять. Подойдет в семью, лучше в семью, потому что очень любит резвиться в такую же активную семью. Можно и в будку, в принципе, на охрану. Есть эти качества. Очень добрые, особенно в общении. Он точно никогда не бросит, не подведет. Очень хороший пес. Если вы хотите стать любящим хозяином для Старка, звоните по номеру 8 912 823 84 01. И закончим нашу сегодняшнюю программу так же, как и заканчивается прогулка любого жильца многоквартирного дома. Бабушками на скамейке. Рубрика «Окей, бабуль». Пенсионерки знают лучше, чем гугл. «Окей, бабуль». «Окей, бабуль». Зачем молодые парни отращивают бороду? Да не моде красиво. У меня внуктор с бородой ходит. Пугаете его? Нет. Ему идет. Кому-то красиво, кому-то нет. Вам вот хорошо. Кому красиво? Черненький он. Кому красиво? Черненький он. Красиво. А все рыжие, белые. Да что-то. Смотреть не на что. Где искать хорошую девушку? Проблема. У меня сын неженатый. Раньше к кафешке были эти. Лучше. А сейчас так дорого все. Да можно просто вот так идти и познакомиться. По улице даже можно идти и познакомиться? Да, можно и познакомиться, наверное. На службе, например. Почему говорят служебные романы? Не всегда они плохие. Хорошая девушка притянется хорошему парню. Как правильно просить деньги? Как просить? Измором. Надо просто любить мужчину и все. И просить не надо. Он так отдаст. Кто просит деньги? Девушки, допустим, у своих спонсоров. Ой, хуй это. Это гам... значит. Что? Это гам... герно. Здорово, быстрый балл! Здоровенько! Окей, бабуль. И на сегодня это все, что мы для вас приготовили. Если у вас есть интересные новости, или вы хотите поделиться с нами какими-нибудь своими наблюдениями, звоните нам по номеру телефона 54 18 19. Также у нас есть электронная почта вяткатудейсобакамейл.ру Ну а в студии сегодня был Роман Корнеев. Это была Вятка Тудей. Как новости, только душевнее. Роман Корнеев. Роман Корнеев. Роман Корнеев.